Внимание, вопрос. Вы в очередной раз убедились в том, что мужчины видят во столько уродливую крысу, когда ухажер в течение года регулярных свиданий вместо секса предлагал щелкать семечки в парке? Да. У меня был комплекс в детстве по поводу себя. Я была маленькая, худенькая. У меня была длинная, толстая коса. Но почему-то эта природа наградила этим остреньким носом, носом таким длинненьким. И мне все время кличка была, когда маленькая мышка. А мальчики в сердцах, когда вот там списать не дашь или там что-то не так, дергали за косу, обзывали вообще крысой. И длительно этот комплекс, он меня до сегодняшнего дня сопровождает. А вам не приходила мысль о том, что год к ряду щелкать семечки в парке с человеком, на которого неприятно смотреть, ну это невыносимо? А он не мог решиться на дальнейшее что-то. Но я в скорости потом выяснила, ну почему он такой скованный там или какой-то сдержанный очень, да? Но выяснилась очень большая проблема, о которой я не могу слух сказать. У него были какие-то проблемы с половым органом? Да. Но там нужна была очень серьезная операция. Ой, Господи. Ну, я пошла к урологу и сказала, мне нужно сделать операцию. Он сказал, по какому поводу? Я так торопилась сказать, я сказала, по поводу фимоза. Она говорит, фимоза у женщин нет, если это у мужчины, приводите мужчину. А фимоз-то что? Ну, человек не мог полноценно производить близость с женщиной. Потому что у него не открывалась вся плоть как надо. И когда какие-то возникали эмоции, это заканчивалось болью. Но он был спокойный такой, как бы добрый человек, знаете. Он ухаживал, он цветы дарил, он в получку не придет без шоколада. А я после этого всего, мне казалось, это общее счастье, знаете. Пускай он будет такой. Пускай мы сделаем какую-то операцию, но меня ходить никто не будет и унижать. И мы ходили на операцию, мы проходили очень много этапов, но никакой близости не происходило долго. Первый год нас предупредили, что это очень тонкие ткани, и это не так сразу все может быть. Я это ждала. Пошел второй год, как бы немножко что-то, и нам прописали лекарства, таблетки. И как бы когда-то чего-то, как-то немножко выравниваться начало. Но это ничем не закончилось. Сколько вам понадобилось лет понять, что ничего не происходит? Жили мы 9 лет. Он меня заменил отца. Он меня воспитывал. А мы венчались, и я, как говорили, эгоозный человек, я уже считала, что я не имею права нарушать свою клятву. Я должна уже идти как-то до конца. А почему же вы нарушили? Господи, прости меня. Я просто пришла один раз с работы, и я увидела, человек занимается самоудовлетворением. Ну, отца плохо, да? Мне неприятно. О, ужас! Ну, это, представьте, это 8 лет прошло. Ну, как я жду, человек больной, человек лечится, а... Так вы все эти 8 лет сексом не занимались? Почти, ну, вот эти попытки считать. Ну, не, ну, неполноценно. Я вам клянусь богом. Потом вы видите, как он мастурбирует, и что? Я сделала вид, что я сначала не видела... Ну, я через день потом с ним решилась поговорить. Я не могла просто как бы смириться со всем уже этим. Говорю, объясни мне, вот как так? Он только испугался. Потом он сказал, что я должен сбрасывать как-то свою сексуальную энергию. После этого я приняла решение уходить. А почему он не привлекал вас к сбрасыванию своей сексуальной энергии? Я не хотела слышать уже его ответы, потому что у меня хватает в душе и так всякого. Ну, вам по-прежнему было неинтересно, что происходит на самом деле? Ну, так я так сколько инициативы проявляла. Ну, я что, проститутка с панели, что я должна постоянно на себя какого-то мужика тянуть? Очень странная у вас параллель. Ну, ладно. Внимание, вопрос. Едварь, расставшись с мужем импотентом, вы набросились на первого же мужчину, который проявил к вам интерес, заставив удовлетворять себя много раз подряд. Да. Это Геннадий? Нет. То есть перед Геннадием еще был мужчина? Ну, это, в смысле, отношения, ну, не длительные. Ну, но запомнились. Ну, после такого длительного, знаете, какого-то воздержания, и появились эмоции, и чувства, это было действительно, ну, романтично, обоюдно, и много раз. Так, смотрите, вот для меня в этом, ну, нет ничего ужасного. Но пара минут назад вы утверждали, ну, как это, что я там, проститутка, и так далее. Тянуть на себя мужчину, да? Что-то в таком духе вы говорили? Ну, тогда, да, я уже просто поняла, что этот бред надо прекращать и жить полноценной жизнью. Потому что очень долго я была зациклена по поводу себя. Ну, я просто считаю, что я похожа на крысу. Сама себя внушила. Вот, Геннадий, буквально не так давно, скажем так, вот он меня говорит, ты баба-яга. Я говорю, чего это я баба? У тебя, говорит, длинный нос. Я говорю, а у тебя? Он говорит, ну, у тебя длиннее. Я говорю, давай померимся. И вы мерили длинный нос? Вы знаете, что я мерила? Я ему доказывала, что у него на сантиметр выше и длиннее. Да это шутка же была, естественно. Да тебе шутка-то, а мне-то не шутка. Вот видите, как человек воспринимает. Ну, так давай я тебя дураком буду обзывать каждый день. Это будет шутка. Юля, а вы что можете сказать по поводу такого своеобразного комплекса вашей матери? Я ей говорила, что это твой вымолстый. Ну, она мне не верит. Почему для вас так важно чувствовать себя уродливой крысой? Да потому что мне говорят об этом постоянно. Почему для вас важно с этим соглашаться? Почему ты это принимаешь? Да. Ну, люди меня же видят, как и я людей. У вас уязвленное самолюбие. Вам говорят, вы крыса, вы плачете. Вам говорят, вы молодец, вы плачете. Но так жить нельзя. Вы взрослый человек. Нет, пора принимать самостоятельное решение о том, кто вы, какая вы. Она этим теперь комплексует. И не нашелся ей такой человек, который мог вот это вот ей долбить, что она действительно не такая, что там выше вот этого всего, что ей твердят, понимаешь? Безвольная она какая-то, бесхарактерная, я не знаю. Мне вот интересно, а как вы реагируете на комплименты, Геннадия? А он мне не говорит комплименты. Да? Да-да, я не люблю это делать. Он никогда не говорит. В смысле не люблю? В смысле не люблю? Ну почему-то вот так, не люблю, да и все. Вот таким я родился. Видите ли? Комплименты, это же взрослые люди. Это же не 18 лет, что сделал комплимент, там вроде как заигрывает или что-то там. Тут уже надо по-взрослому смотреть. В смысле? По-взрослому? Более сдержанно вести себя. Как есть, так и есть. Что там? Комплимент, это не навешать лапши на уши, чтобы она с вами переспала. Не, ну это понятно. Комплимент, это о другом. Ну я понял вас, я понял. Это сказать о том, как вы восхищены своей женщиной, что вам в ней нравится. А я подозреваю, что ему в вас ничего не нравится. Да? Да, но почему? Я не знаю. Дело в том, что... Это должно идти от души. Раз в месяц, может, что-то и скажу. Скажите, почему вы живете с уродливой крысой? Не с уродливой. Довольно-таки симпатичной. Да? Да. Уверены, что ваша жена симпатичная? Да, уверен. Так скажите ей об этом. Так говорилось же. Так скажите еще раз, она забывает. Девичья память и все такое. Ну, скорее всего, что-то. Ну, так напоминайте. Я же не люблю... Вот это повторение. А никого не интересует, что вы любите? Вы думаете, она любит дома убирать? Или носки ваши стирать ей нравится? Да нет, это я, скорее всего, сам больше делаю, чем она. И вы дома убираете и носки стираете? Да. А что тут такого? Нет, я уточняю. В этом нет ничего. Чтобы лишний раз не хвалить ее. Это подход. А как вы познакомились? Да так, случайно. Дело в том, что... Вконтакте или где-то нажал там сюда-туда, номер телефона высветился. И созвонились. Он мне позвонил, внезапно сказал, что вы только не бросайте трубку. Я хотел бы с вами ближе познакомиться. Я увидел вас в интернете. Но он мне говорил потом, что он меня как бы немножко помнит. Я работала в детском саду 20 лет. Но он меня знает с детского сада. Он ребенка водил. Вот и началось, так бы сказать, знакомство. А чем Людмила приглянулась? Внешним видом. Вот, обликом или как сказать. Носом? Ну, скажем, даже и так. За тот нос, который говорили, а так он обернулся. Геннадий, а что же мешает вам узаконить отношения? С моей точки зрения, вроде бы как и ничего не мешает. Я вроде как это и предлагал даже. Нет, смотрите, вы должны были взять и отвезти. А, вот это да, надо было сделать. Вот так взять и отвезти. Какая свежая мысль. А сколько вам лет, Геннадий? Да с 50 будет, наверное. Ну, что ж, никогда не поздно учиться. Никогда. Вот именно. Это лишнее подтверждение ждать. Я хочу вам сообщить о том, что вы честно ответили мне на вопросы первого блока и заработали 5 тысяч гривен. Впереди вас ждет второй блок, 5 вопросов и 15 тысяч гривен. Продолжаем? Да. Внимание, вопрос. Вы чувствуете себя униженной, когда гражданский муж позволяет своим любовницам угрожать вам? Да. Это правда. Так случилось, что я когда-то сидела вечером на диване, ему названивали незнакомые номера телефонов. Ну, не подписанные в смысле. Он не разрешал никогда брать телефон. Но он был хорошо выпивший. И я взяла трубку, говорила женщина. Я спросила, что вы хотите. Как бы он не может разговаривать. Она меня спросила, кто. Я сказала, жена. Я ее спросила, какие у них отношения. Она сказала, это не твое дело. Она положила трубку, но со временем мне пришла смс-ка. О том, что мне якобы набьют морду. Ну, там нецензурно выражались, конечно, но... Я ему показала, он не бери во внимание. С тех пор, короче, у нас отношения портятся стали и портятся. Я замечала его уходы. Он мог спровоцировать какой-то скандал. И он мог уйти. Всего бывает. Это такое обыденное дело. Что ж тут такого? Ну, я же понимала, что это непросто. Он доказывал, что ты дура. Ты тупая дрянь, ты ничего не понимаешь. Ты вообще сволочь какая-то. Ну, я не сильно соображаю, что она говорит. Это много, немножко приукрашено, я так понимаю. Допускаю. Это женский интеллект, наверное, говорит это. Я не знаю. То есть вы не изменяете? Ну, естественно. Внимание, вопрос. Вы терпите измены гражданского мужа только потому, что боитесь потерять прекрасного полового партнера? Да. Это правда. Да это что-то не совсем может и правда даже. То есть вы плохой половой партнер? Ну, я бы, да, я бы так охарактеризовал. Ну, как, такой бы средненький, а то и ниже средненького. Возраст-то не тот. Старый конь борозды не портит, а опыт приобретенный с годами. Поговорка-поговорка. Я на самом деле-то, знаете, как бывает, по-всякому. Смотрите, он оспаривает то, что он хороший половой партнер, но не оспаривает то, что вам изменяет. Ну, вроде бы, как никаких таких особых изменений нет. То есть вы настаиваете на том, что не изменяете, и даже готовы пройти детектор лжи? Нет, тогда по-другому, скажем. Обождите. Давайте тогда по-другому. Итак, изменяли, Людмиле? Без детектора будем говорить, что, ну, скажем так, что да. Ну, давно это было, давно. Это недавно. Сколько раз? Так, это какой-то там единичный случай, что уже не помнится даже. Ну, вы не помните трех или пяти раз? Если я не ошибаюсь, если мне не изменяет память, наверное, это три, да. И командировка, и без командировки. Ну, командировка там, я догадываюсь, как. А без командировки? Может, по какой-то старой дружбе или что, по знакомству к какому-то. Что ж теперь? Зачем вы это делали? Что вам, секса не хватало? Скорее всего, по привычке холостяцкой жизни могло быть. Например, жил я некоторое время сам там, да? Да. Ну, и вот так, бывало такое разное. Жили вы сами и привыкли каждую пятницу ходить в баню. Ну, а в баню вы же не сами ходите, да? Вот. А тут вы уже три года живете с гражданской женой, а привычка ходить в баню по пятницам осталась? Типа такого, да. Типа такого, да. Я правильно вас понимаю? Да. Но сейчас она прекратилась, ясное дело. Нет, ну, конечно, вы же в Киеве, а баня-то там. Ну, уже все прекратилось, так что. Людмила, быть может, вы что-то хотите спросить у Геннадия? Не хочу ничего. Что посоветуете подруге в сложившейся ситуации? Расстаться, остаться самой. Я считаю, что она достойна другого отношения к себе. Не такого. И я по измену не прощала. Ну, это хоть давно, хоть вчера, до свидания сразу. А где же она себе нового найдет? Выглядит она, как считает сама, не очень? Об этом я не знала, как она о себе думает. Я думаю, что она переменит свое мнение. С чего вдруг она переменит свое мнение? Ну, не надо зацикливаться на том, как люди думают о твоей внешности. Лучше, Люда, жить самой. Ни от кого не зависеть, никакой гадости не слышать. Выкинуть из головы всю эту муру, эту крысу, мышу. Найти себе любовника, хорошего, достойного, который тебе гадости никакие говорить не будет. Пусть все меня слышат. А вы-то, Геннадий, хотите с Людмилой остаться? Или рады, что наконец-то все точки над «и» расставлены, и вы можете уже больше никого не везти в ЗАГС? Да нет. Почему? Я бы хоть хотел остаться с ней. И не прекращу всяческие отношения. Пускай человек живет так, как он считает нужным. Так вот он уже считает нужным жить с вами. Вы же помните, это все было по привычке. Дело в том, что я же уже вроде как себя веду примерно, можно сказать. Ну, в последнее время, по крайней мере. Я уже перестроился как бы из того, что было, на более положительное. Ну, может, не четко там. Ну, по крайней мере, более-менее. Но у меня вот здесь уже не горит. Если у меня нет доверия, проживет у людей. Да будем надеяться, что одумается. Немножко придет в себя, я думаю, нормально все. У меня складывается впечатление, что вы живете в каком-то своем мире, где у людей нет права быть другими. Вы решаете, какие они. А самое ужасное, что все ваши решения направлены на то, чтобы вы чувствовали себя несчастной. Первый муж доставлял вам проблемы. Сын в какой-то момент тоже начал доставлять проблемы. Дочь тоже доставляет вам проблемы. Геннадий тоже виноват. Вот вы делаете все, чтобы чувствовать себя несчастной. Вы готовы это менять? Да. Тогда начинайте это делать прямо сейчас. Вот есть мужчина. Смотрите, что будет. Два варианта. Вариант первый. С перспективой на нормальное, полноценное, счастливое отношение. Вы договариваетесь с Геннадием. Надеюсь, он возьмется за ум. И вы как-то пробуете и дальше развивать ваши отношения. Вероятность того, что вы будете счастливы, достаточно высока. Вариант второй. Вы говорите, что Геннадий плохой человек. Посылаете его куда подальше. Живете в одиночестве, страдая о том, что в очередной раз кто-то сделал вас несчастной. Что выберете? Ну, я не верю ему. Ну, не верю. Так и следующий будет такой же. Значит, тогда я посвящу жизнь свою внукову. О-о-о! Ни в коем случае. Я надеюсь, что Юля не позволит, чтобы это произошло. Не, ну. Бабушка, которой нечего делать и посвящает свою жизнь внукам, это зло для внуков. А сколько вам лет? 49. 49. 49, не 69. Конечно. Ничего, она найдет. Если захочет, у нее все получится. Главное не терять надежду и верить. Ну, я буду стараться. Продолжаем? Я не буду играть дальше. Что-то она совсем раскисла. Ну что ж, это ваше право, вы заработали 5000 гривен. На этом ваше участие в нашем проекте подошло к концу. Можете подойти к своей группе поддержки. Юля, спасибо, что были с нами на связи. Спасибо, Иван. Пошли. Давай. Пусть она комплексы эти свои откинет. Пусть она пересмотрит свою жизнь. Пусть она старается смотреть в будущее. Получится, попадется ей человек такой, какой ей хочется. Что он будет ей уделять внимание. Что он будет ее там, например, радовать чем-то. Комплиментами осыпать. Вот этого ей не хватало в юности. Ей не хватало в молодости. Понимаете, она этим всем была обделена. Я хочу бороться за свою жизнь дальше. Я хочу быть самостоятельной. Меня сейчас тяжело, но я думаю, что придется расстаться. Люда, ты прости, если что-то я там больно тебе сделал. Или что-то. Всего было. Я не могу. Мало ли что-то. Я думаю, она немножко отойдет и все поймет.